Здравствуйте, меня зовут Таня Чебаткевич, я рекрутер компании Яндекс и по удачному совместительству менеджер Шри. То есть всякие-то вопросы, которые у вас будут, организационные, личные, welcome, чем смогу-помогу. Во-первых, очень хочется вас поздравить с тем, что вы наконец-то здесь сидите, ура, ура, вы большие молодцы. Это было действительно сложно, ну, для понимания как бы всей ситуации по результатам отбора. Всего было подано 153 заявки, после первой оценки их осталось всего 74. И по результатам последнего отбора осталось, собственно говоря, 39 человек, которые здесь сидят и будут получать самые знания, которые мы постараемся вам дать. Зачем нам Шри, ну, Яндексу как компания? У нас накоплено огромное количество практических знаний, мы давно делаем успешно хорошие интерфейсы, с которыми мы, в смысле, этими знаниями мы постараемся с вами поделиться. А вы, в свою очередь, сможете их применить в Яндексе, не в Яндексе, где угодно. Главное, старайтесь их получать. Зачем вам Шри? В России, к сожалению, есть хорошее фундаментальное образование, но образование, которое касается именно разработки интерфейсов, узкое, специально его нет. И мы искренне надеемся, что эти самые знания, не хватающие вам, и теории вы получите здесь, у нас. Как будет построена школа? Первый этап – это лекции, те самые фундаментальные знания, их будут читать сотрудники Яндекса. Это 32 лекции на протяжении одного месяца, три раза в неделю, вторник, четверг, суббота, вторник, четверг по вечерам, суббота, ну, вот, с 12, там, с 13 часов. На протяжении одного месяца после этого будет экзамен. Потом, после экзамена, начинается второй этап. Это практический опыт, вы будете решать реальные задачи в реальных командах Яндекса, будут продолжаться лекции уже с нашей спецификой. Все это будет длиться два месяца, до 7 декабря. Сразу оговорюсь, чтобы потом не было лишних вопросов. На второй этап попадут не все, именно на решение реальных задач, но ходить на лекции смогут все в качестве вольнослушателей, это как бы даже приветствуется. Ну, собственно говоря, про лекции, да, их читают действительно наши сотрудники, они будут длиться 45 минут, это как бы стандартное время. По времени я вам уже проговорила. У нас на Яру есть клуб, насколько я знаю, вы все должны были получить ссылочку туда, там, зарегистрироваться. Там будет вся актуальная информация, которая есть в школе. И обязательно будут домашние задания, их будут давать лекторы, и по четвергам будет разборочек самых домашних, то есть, ну, обычно какой-нибудь там, одна из них будет решаться в реальном времени. Что будет в клубе? Там будет расписание актуально, если оно будет вдруг меняться, там будут презентации, то есть, все лекции будут сниматься, там будет выложено видео и какие-то другие материалы, если они понадобятся. Там будут новости, объявления, там можно общаться, там можно задавать вопросы, получать на них ответы, ну, и как бы вести более какую-то активную социальную жизнь. Что такое экзамен? 13 октября будет дедлайн. Это самостоятельное творческое задание для каждого из вас. Защита экзамена будет 17 и 18 октября перед лекторами и кураторами ШРИ. И для вашего понимания экзамен – это очень важно, но это будет не являться единственным критерием отбора на второй этап. То есть, какие-то личностные качества, желание, стремление учиться, развиваться, оно тоже все учитывается. Как попасть на второй этап? Хорошо сдать экзамен, посещать лекции. Ну, хочется для вашего понимания, мы не школа, мы не будем вам отмечать приход-уход, да, там, вести журнал. Это все остается полностью на вашей ответственности, но так как из большого количества людей мы выбрали именно вас, хочется верить, что вы все-таки ответственные люди. Активность на лекциях, не стесняйтесь задавать вопросы, для этого здесь и находятся лекторы, да, кураторы, которые помогают и отвечают. Выполняйте домашки, ну и опять же общайтесь, дружите, ведите себя хорошо и все у нас получится. Про сегодня. Сегодня вам расскажет про свою жизнь в Яндексе после Шри, выпускник прошлого года Дима Поляков, буквально через несколько минут. Будет три лекции, после этого кофе-брейк, пицца, чай, мы вас покормим. Если останется время, пройдемся по офису, покажу вам основные достопримечательности Яндекса, там, не знаю, балконы, светофоры, ну, посмотрите, как мы живете, как мы живем внутри. Кому можно задавать вопросы? Мне, Янче Баткевич, Марина, она ответит на какие-то организационные вопросы, связанные там, где лекция, как лекция, там, перенести, что-то сделать. И кураторы школы Вадим Пацев, вот он, пожалуйста, он единственный сегодня у нас, к сожалению, присутствует, еще есть Федя Голубев и Сергей Бережной. Ну, они будут на следующих лекциях, запомните эти лица, вот, очень советую задавать им много и часто вопросы. Это мои контакты, но, в принципе, они будут в клубе, ну, если что-то нужно, как бы, обращайтесь. Вопросы? Лес рук. Насколько творческое задание, что-то, значит, собственно, то есть будет какое-то задание? Сейчас Вадим мне поможет на тему задания на экзамене. Я, кстати, не могу помочь на тему задания. Но, как правило, это какое-то большое задание-проект с кодом и дизайном, который надо будет сделать, и мы будем смотреть вот на такой общий продукт. Мы сами придумываем идею, или вы нам даете какое-то задание? Мы вам дадим идею, а реализацию вы делаете сами. А как правило? Ещё раз. А когда дадите идею? До 13 октября. Ну, короче, когда-то дадите. Вы же умеете работать ночью. Будем учиться, если не умеете. А, точно. Вот вступительное задание, которое вы делали в этот раз, это было творческим заданием, которое было в предыдущем году. В предыдущем году творческое задание было сверстать анкету, вот, как будто вы поступаете в ШРИ. А в календаре тогда что такое было? Там было с выбором чего-то, с выбором расписания лекции, что-то такое. Там надо было заполнять своё расписание. Может, можно было запомнить? Расписание шрифта можно было запомнить. Мы обычно сравниваем то, что у вас было при входе, и то, что у вас на экзамене. Если у вас ничего не изменилось, ну, блин. А если явно виден прогресс, то есть вы до этого писали какое-то что-то там писали, а потом у вас нормальный промышленный код, и вы вняли тем советом, который мы даём. Значит, ШРИ прошло недавно. У меня ещё небольшое вступительное слово. Я хочу вас поприветствовать от лица кураторов и лекторов ШРИ. Мы очень рады, что вы все здесь. Мы очень надеемся, что многие из вас попадут к нам в реальные команды и смогут поработать с нами. Яндекс очень большой, и у нас четыре больших направления, много очень всяких команд и групп, и Яндекс очень разный в этих всех группах. И помимо того, что мы смотрим на вас, вы также смотрите на нас. У вас будет перед вторым этапом такой опциональный выбор, где вы больше хотите работать. Ну, то есть вы можете ответить, да мне пофиг, я хочу в Яндекс, это тоже классный ответ. Но вы можете выбрать какое-то определённое направление, и у вас большой шанс туда попасть. То есть вы выбираете, куда вы хотите попасть, мы выбираем вас, кого мы хотим у себя видеть. Если наши желания совпадают, здорово. Если нет, то вы попадаете в какие-то другие команды или не попадаете вообще. Так вот, кураторы, мы постараемся, чтобы на ваших лекциях и каждый день присутствовали кураторы и вот эти все люди. Вот, мы просто, почему кураторы чуть лучше, чем лекторы, потому что вот мы втроём, являясь руководителем своих направлений, знаем чуть больше, чем лекторы. Ну, совсем чуть-чуть. Вот, но, то есть нам можно задавать такие более глобальные вопросы. Но лекторы, это действующие сотрудники Яндекса, разработчики интерфейсов, которые каждый день пилят наши сервисы. И они тоже могут ответить, как им живётся, вот именно в их направлении. Вот, а мы можем ответить про то, как живётся вообще в Яндексе в целом и в нашем конкретном направлении. А какие направления вы курируете? Где ещё один человек? Лично я. Что? Четыре направления. Аня, к сожалению, в кураторах нет, потому что, не знаю почему. Не повезти, что у вас достойно. Аня, я... Под реакцией. Внутренние? Внутренние сервисы. Внутренние сервисы. То есть все внутренние, всё, что видно только сотрудникам Яндекса. Внутренний интернет, там, не знаю, расписание, став и прочее, прочее. А, мы её сегодня ведём, её только сотрудники Яндекса. Да. Может быть, она будет. По теме лекторы с этого направления точно будут. Да. Я руковожу направлением персональных сервисов, это почта, диск, фотки и всякая такая фигня. Вот, Федя за рекламные сервисы, Серёжа Бережной за поисковые сервисы. Вот, Азата тоже здесь нет, он за гео-локационные сервисы. Гео. Опять же, лекторы вот этих направлений будут. И я это всё к чему говорю. Я вас призываю после лекции, в середине лекции, в клубе, до лекции задавать нам вопросы, если вам интересно про Яндекс. То есть, не если, а надеюсь, вам интересно про Яндекс. Потому что мы сможем вам ответить какие-то вещи, которые вам помогут сделать выбор, где вы хотите проходить практику. Ну и вообще, поговорить за жизнью, за технологией мы всегда очень любим. Всё. Я очень рад, что вы с нами. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова